Спасибо большое. Добрый вечер всем. Большое спасибо организаторам этой сессии. Очень рад быть с вами сегодня вечером. Очень интересную работу ведут, вы ведете, ради коллеги, по поводу наследия арматы. Я упал в городе только полтора дня, но я приехал буквально через поездок из Парижа в Москву 45 лет тому назад, чтобы познакомиться. Я уже знал русскую архитектуру авангарда из книг, которые публиковались на Западе в 60-х. Но в Кенгерс, когда я был в Советском Союзе, чтобы встретиться с ветеранами авангарда, чтобы посетить постройки, чтобы общаться с коллегами, которые занимались историей архитектуры, как, например, Экселин Анна Гомедов, когда Азанова или Анатолий Стригарьев был 45 лет тому назад, когда еще был студентом. С тех пор я много публиковал в общей истории архитектуры, не только в России, но тоже во Франции, о произведениях корюзий, о вопросах америкализма в современной архитектуре мира, а в истории городов, как Париж, Нью-Йорк, Берлин и так далее. У меня были в Вальболе 40 лет книг многих языков, включая русский язык. Вы сможете несколько из них прочитать, если они один день придут сюда, когда-то. Я тоже куриного много выставал, начиная в 79-м году с легендарной выставкой «Москва-Париж», когда первое время я был в Париж, Москва, в центре Помбелью, потом «Москва-Париж» в Москве. И вот, вы видите, у меня длиня опыт не только истории архитектуры в общем, но тоже русских и советских проблем. У меня тоже такой опыт, и я об этом буду, может быть, больше сегодня поговорить. Это опыт, как сказать, работы для сохранения современной архитектуры. Как член управления фонда Корпузье, как эксперт для ЮНЕСКО, как член организации, которая называется «ПОКОМОНО». Я много работал, я в райском комитете много занимался сохранением, построить современности не только Франции, но тоже в России, в Америке и даже в Северной Африке. И сегодня мне хотелось с вами поговорить, вам поговорить не только о постройках советских времен, но тоже вам даст картину проблем сохранения современных постройок больше в мире. Мне хотелось начать с тем, может, с историей башни Дакина. Вы, конечно, знаете, башню радио, это была башня Коминцерна, которая построил гениальный инженер Владимир Шубов в Москве в 22-м году. Два года тому назад Госком телевидение России хотел сносить башню, чтобы построить гениальный башню, потому что он имел возможность построить на высоте башни, на шаголовке в юге Москвы. Я организовываю вместе с коллегами очень большое движение, и вы видите здесь, что это не было, я подумал, что к этому похоже. Это не было только движение больших заловежных архитекторов, которые играли в большом городе, это было тоже движение людей в Москве, которые были на сайте, которые спали на сайте. И, по-моему, это большое событие в истории российской архитектуры, советской архитектуры вообще, в первый раз развивало массовое движение для спасения одного объекта. Нет замечательного объекта, потому что башня Пятлина, башня Шубова, это не только памятник архитектуры по себе, это тоже важный элемент силуэта Москвы. Это была первая высокая постройка в мире Москвы после революции. И это очень передовала, еще передовала конструкция. Я вернусь к башне, и я хотел, во-первых, отметить, почерплю важную вещь. Мы знаем теперь небольшие примеры современной архитектуры. Это знаменитая Вилла-Савуа-де-Корбюзье, построенная в пригороде Парижа в 31-м году. Это вот мы видим теперь дом в блестящем состоянии, но надо знать, что в начале 60-х домов были практически в руина. Использовались в биллу как аргар для следственного хозяйственника программы. Вы видите трактор, например, под столбами Корбюзье. Вы видите, как этот дом стоял. Я хочу здесь сказать, что сохранение памятников, простроек современной архитектуры – это довольно новая вещь. Сохранение готических домов в начале XIX века. Сохранение современных построек в начале 60-х, 70-х годов на Западе. В Европе и даже позже в Америке. Это новая идея, это новое движение. Теперь буквально в этих днях ЮНЕСКО обсудит, если группа постройок Корбюзье вовно 12-15-го идут в список семейного наследия. Это будет очень важный этап. На списке ЮНЕСКО очень мало современных постройок. Все-таки есть постройки, как есть дома Франкфольд-Райта или Миста-де-Роа. Нет, есть тот же город, как Бразилия. Но это в списке, где стоят более тысячи объектов, в списке ЮНЕСКО всего, может быть, 20 объектов XX века. Я дам другие примеры от работы Корбюзье. И мне хотелось вам показать несколько положительные примеры из западного опыта, чтобы понимать, что можно спасти эти постройки. Нет технических проблем, нет больших эстетических проблем. Это объекты, от которых спор идет, спор ушел. Но это каждая стройка, каждая программа реставрации был, и я говорил о реставрации, не о реконструкции. Реконструкция, как мы видим, как мы посмотрим. Каждая программа, сложная программа, и много актеров работает. Мы видим здесь обложку советского журнала «Строительная промышленность» 1926 года. И мы видим, как руссоветские архитекторы и критики смотрели на работы Корбюзье. Это был первый квартал, который Корбюзье построил около порта в городе Песачи. Вы видите здесь обложка журнала, вы видите на левом Корбюзье и его супруга, на днем открытия этого поселка. И на правом вы видите очень интересный ландшафт. Тотальное изменение домов жителей. Они меняли, вы видите, горизонтальные окна, исчезли, они иногда меняли крыши. Все, весь этот поселок был совсем испорчен. Люди, которые не поняли архитектуру Корбюзье, и хотели вернуться к архитектуре традиционных домиков региона, Интересно видеть, что теперь, после нескольких лет разведала здесь программа реставрации этих домов, вы видите здесь, это, по-моему, очень хороший фотограф, фотография, которая вам показывает условия, вы видите эти новые крыши, плоские крыши иногда еще существовали. Вы видите, да, в реставрации как дом был. Здесь в Билипе новый частейший дом, где тоже краски Корбюзье можно найти. Но это был длинный процесс. 15 лет в работе, чтобы иметь, чтобы мобилизировать жителей, которые имеют имущество этих домов, чтобы все менять. Это другой пример. Это знаменитое издание армии спасения в Париже. Это фото 29-30-го года. На первом плане машина Корбюзье, он все время очень любил показать его машину. Это была очень замечательная, мощная машина. И вы видите, вы видите фасад дома. Это был стеклянный фасад. Дом армии спасения был специальный дом для поручей этого времени, где они смогли спать на ночь. Но эта система гипотизации, с которой у Ле-Корбюзье совсем не работал. И во время войны этот фасад был разрушен. Вы видите здесь сегодняшний облик здания. Это после реставрации этого года. Это взял всего 5 лет. Фасад, подлинный фасад, фасад не был реставрирован, потому что считали, что этот второй фасад, который Ле-Корбюзье сделал в конце 40-х годов, имел тоже историчность. Вы видите здесь блестящая ситуация постройки, краски, все спецсистемы, общее среднее части зданий. И очень важно признать, что здесь с детства нам менялась. У нас здесь нельзя дать, даже больше условия, которые у них были в 20-х, это постройка ближе к данным соседового жилья. Чтобы было сделано, и вы здесь видите точно, как это было, была значительная реставрация всех общественных частей зданий. Это другой пример, как дом, который был в плохом состоянии, был спасен в области социального жилья. Другие примеры. Не надо вам показать примеры, которые вы видите иногда, как меняли положение. Это знаменитый Баухаус Дессау был частично разрушен бомбами во время Второй гневой войны, и во время ГДР сначала очень мало сделали. Я вспомню посещение построек в 70-е, это еще было совсем руйно. Вы видите наверху, что все черты подлинной архитектуры Гропиуса практически не были видны в середине 70-х. И вы видите внизу, как, во-первых, люди из ГДР, они начали до 89-го года, и потом новая Единая Германия работали, чтобы восстановить облик здания. Баухаус теперь имеет очень интересную постройку, где ведут воспитательные программы, и я сказал бы, что он был спасен, и представляет блестяк лист. И вы видите, что это блестящие представления не только идеала Гоухауса, идеала новой школы, но тоже функциональной архитектуры Гропиуса, архитектура, где каждый корпус имеет отдельную функцию, мастерские, администрация, классы и жилье с другой стороны. Но это был, это все, но весь процесс придал практически за 20 лет для восстановления постройки. Другой пример, на котором я теперь работаю, это очень важный дом, который стоит в Рокбрюне, как Махта. Это городок на Ривере, на Кот-д'Азио, недалеко от итальянской границы, где стоит домик, который Лёхо-Бюзле строил для себя в начале 50-х. И этот дом был построен архитект-дизайнером, дизайнером Эйлина Грэг-Грей. Она была женщина из Ирландии, и она разведала и сделала самые оригинальные и важные стуки не только для этого дома, но и для других интерьеров в Париже. Дом был совсем руйный 5 лет тому назад. И создали не только через с помощью общественных средств, но и с помощью спонсоров и работ в общественности фонд, чтобы восстановить дом, который, как вы видите, был похож. Дом стоит рядом с морем. Дом был придуман практически как корабль над морем. Вот это внешний верх. И вы видите на верху, как был каким-то он был 10 лет назад. Он был совсем разрушен. Очень оригинальные структурные мебли Эйлина Грей были разрушены. Внизу вы видите одну комнату и работу вели. Это тоже другой пример. И это в долгие части, потому что государство имеет имущество в Росстанстве, но даже в наших богатых условиях во Франции не смог сам по себе платить все работы. Американский эпизод. Вы видите здесь, как меняли условия померки. Оба строительства в городе в Бахадо в штате Нью-Йорка знаменитый Ларкен билдинг на Деку был очень инновативный постройка в области конторов, который Франкоид Райт построил в 1904 году. Он был разрушен в начале 70-х. На его месте автомобильная стоянка. Это значит, что богатые культурные Соединенные Штаты в начале 70-х еще разрушили самые знаменитые объекты современной архитектуры. Внизу лежит дом Даллина Мартина. Он был двойной брат помещика Ларкен билдинг. Это значит, что это входит в атмосфере архитектурных заказов в городе Бафадок. Этот дом совсем и очень облетает на дом сохранением не только сохранения региона тоже где очень интересную программу реставрации. Другие примеры это мы здесь видим двухсовые дома. Это частные дома. на масштабе больших бюджетов стран это маленькие объекты. Но тоже интересно видеть, что в странах Европы тоже ведут программы по реставрации жилых кварталов на большом масштабе. этот знаменитый квартал знаменитый поселок Принц в Вернине который был построен Бруном Таутом и Мартином Гарденом в 27 году. Это замечательный пример для жилья рабочих и служащих. Вы видите центральное пространство с этим парками и маленькими парками выбили все отделения домов. Берлинский Сенат и немецкая республика дали большие средства чтобы распределить Брит или другие поселки Бруно-Таута которые здесь на списке всемирного наследия ЮНЕСКО. И не надо поэтому сказать что всемирное наследие ЮНЕСКО имеет критерий. Это очень важно если нам смотреть на постройки которые находятся в Алматы в И чтобы вести произведения архитектуры или произведения искусства на список ЮНЕСКО это ценность они должны быть целыми не только фрагментами это автентичность это значит что нельзя вести постройки которые были изменены на большом острове. я сказал бы что например в их здании Гинзбурга который стоит рядом не смог войти в список ЮНЕСКО это чистая лепотеза потому что слишком меняли все элементы облика Другой пример это интересный пример в области социального жилья это один из самых знаменитых кварталов социального жилья в Голландии 22 года в городе Ватердаме это были двуыдачные домики которые были связаны от этих полубок и вы видите исторические фото и новые фото очень интересно здесь видеть социальные аспекты иногда на западе я сказал очень часто когда ведут ресторанцию участки города или построек меняют социальные условия и самые бедные жители дожди и в этом суше это вся система еще в рамке социального жилья вы здесь видите облик этого поселка сегодня архитектор был Михаил Бринкман и эта система по-другому из бетона была инспирация для многих проектов западноевропы европейских архитекторов на конце 50-х другой пример в Париже около Парижа это поселок архитектора Эмиль Айо который был построен в конце 50-х это были подельные дома но как вы видите Айо старался с подельными домами построить довольно живописные формы губы здесь тоже были реставрацию это совсем по-другому и я сказал что это очень противоречиво потому что архитектор которые работали для сохранения кранов и творцов не были довольны дать средства для реставрации социального жилья они думали что у них объектов были объекты высокой культуры и что эти поселки имели другое значение и я хочу эту программу с постройками из северной Африки это постройки в городе Казалок в Мароке архитектора Жоржа Кандилиса Кандилис знаменитые постройки в начале 50-х идея была восстановить условия домов с двориками для мусульманских рабочих это очень интересный эксперимент вы видите на гибриды между Каспой и Мондрияном знаменитые постройки но очень быстро жители использовали эти балконы чтобы завоевать новое пространство вы видите какое положение сегодня это масштаб проблем и тоже позволяет придумать как и что надо делать я в начале этого года этого самого года писал заявку чтобы поставить Центр Казалок и эти поселки на список ЮНЕСКО и мы не предлагали полное восстановление этой ситуации это было утопическим это надо взять имущество выгнать все жители и что-то новое и практически новые люди сюда внести мы думали что эти изменения имеют значение имеют значение потому что они говорят о процессе освоевания элитной архитектуры мы предлагали очистить эти дома но сохранить элементы которые говорят об истории об использовании этих местах тогда я скоро приземлю Россию это мирное положение сегодня я говорил о ЮНЕСКИ тоже существует цели разных организаций которые работают самая симпатичная с моей точки зрения называется ДОКОМОМО вы видите что это значит документация и сохранение зданий местах и поселка современной архитектуры это движение это организация свободная организация родины в конце прошлого века в Голландии и она развивалась до сих пор имеет более 30 отделов в разных странах может быть один раз имеет отдел тоже в Казахстане они работают чтобы определить критерии развивать здания и тоже работают технические проблемы у всех те же самые проблемы это было собрание ДОКОМО в городе Вроцлов в Польше и вопрос был как сохранить ранние железобетонные структуры это вселенная проблема это очень трудная проблема есть технология но это очень сложно и так далее Вам только сказать с этим что разработка самым серьезным проблем развивается через эти организации я хочу вам тоже говорить о премии от World Monuments Fund это другая организация которая сидит в Нью-Йорке и которая смог бы помочь в реставрации памятников в Казахстане может быть они уже активно они как правило работают на программах премии архитектуры больше чем программы современной но они создали премию 8 лет назад для самых хороших проектов реставрации вы видите здесь например как они спросили проекти по годам назад первая премия была сначала работе перлинского архитекта Дин Фрид Брэнер который restaurировал эту знаменитую школу архитектора Ганаса Майера вы знаете Ганас Майер он был второй директор Баухауса он работал в Советском Союзе от 30-го до 1939 года он был основателем самого четвертого функционализма но Майер тоже построил очень тонкую школу около Герлина вы видите органичности организации плана и отношения к природе это очень удачная постройка которая была в очень плохом состоянии после конца социализма в Восточной Германии и Бренне архитектор который тоже вел ресторации поселков Куна-Далта делал очень хорошую работу вы можете видеть качество работы тоже верно что все было довольно хорошо построено бетон кирпич и металлические элементы но вы видите что он очень авторитично все 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 представилось он используя большинство подлинных элементов например эти окна металлические окна еще были больше своих еще были на месте и он не принял новые технологии мы очень буквально использовали исторические технологии чтобы восстановить этот дом второе премия дали санаторий Зонэнстрал значит лучи солнца Голландии архитектора Дойкера вы видите наверх эта структура из железобетона очень легкая структура и вы видите в сегодняшнем ситуации это был успешным проект но я сказал что в детстве структура значительно проще чем в Бернау для Ганаса Мейера третья премия была дана японской школой которая существует в около префектуры Эгинэ в Японии это из лучшей школы от пятидесятых это не героическая структура я вам покажу этот проект потому что чтобы вам сказать что сохранение памятников это теперь очень большая деятельность есть курсы во всех школах на западе по этому поводу чтобы освоить все техники все аспекты типа работ но восстановление постройки это не только касается героические постройки героические которые имеют значение здесь школа санаторий это не дворца это не рапорты это тоже построить у которых есть значение то видите качество работ которые вели в этой изученной школе в Японии четвертое время о замечательной работе это ресторан с бибиотеки Альвар Аутон которые Альвар Аутон строили до войны в Виборге Виборг тогда назывался Випери был из Финляндии после Второй мировой войны Виборг стал советским и это стало руиной но после 20 лет цены работы деньги это были финские деньги но русские реставраторы работали и наконец они восстановили вот эту замечательную библиотеку вы видите большой зал внизу и вверху зал где читают рассказы есть очень интересная крыша из дерева это тоже очень положительный пример вот это вам даст представление самых примеров опытов которые имеют особое значение для экспертов которые сидят в жюри этой премии включая я и теперь начинается 5 дискуссия для 5 и я надеюсь что тогда будут проекты и работы из стран как россиян и обратно в россию вот башня джукова это очень интересный пример по поводу широкого понимания архитектуры современной архитектуры для меня наследие вот модернизации в архитектуре это не только касается постройки школы жиле дома это наследие парков парковой архитектуры которая имеет определенное значение в городе Алматы это наследие технических объектов мостов фабриков я особенно интересуюсь фабриками которые были построены в советском союзе во время первых летов много из них построены по проектам американских архитектур и это очень передумали стройки которые теперь являются руинами вы видите как гениальный Шуков которого часто назвали русского эфеля интересно знать что эти кипербологические башни были так успешнее что Шуков продал патенты американскому военному флоту это довольно редко что патенты идут от России по Америку но это вы слушает Шуков до первой мировой войны вы видите что эта вашня 160 метров что элементы этой вашни это очень глубокие элементы стали Шуков был гениальный инженер который тоже работал с архитекторами как Константин Мельников например или с другими архитектурами авангарда гостреведие гостреведие хотелось разрушить дашню и башня стоит в центре от Шабаловки это вы знаете это на юго-восточном части восточной части Москвы вы видите что она имела значение в организации всей своей Шабаловки она буквально по-моему так стоит идея главного архитектора Москвы господина Кузнецова была снести башню и восстановить башню на другом месте и все люди которые подписали претензию которую я организовал были думали что это башня тоже имела значение в рамке квартала глобальная ситуация 20-е строили и квартал для рабочих и как сказать политических лидеров рабочих для манклатуры но большинство отношения с кварталом вот что существовало вы уже видите плакат это была статья демонде франкфурта алдемарная цитрун нью-йорк-найс есть архитектор франкфурта 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 и другие подписали и московскому главному архитектору стало стыдно и по моему поэту играл большую роль чтобы спасти и вот я хочу сказать что общественное мнение имеет огромное значение для спасения этих постройок если вопрос существует только архитекторов искусствоведов и любителей ничего не происходит и вот даже в трудных условиях господина Путина это был до сих пор успех но есть другие ситуации иногда здесь немножко поговорить о ситуации знаменитого дома на на конкурс на конкурс на конкурс на окно в 1929 году заказчик был замечательный советский гражданин начальник заказчик Николай Милютин нарком финансов РСФСР который уже жил до этого интересно Милютин жил в середине двадцатых доме госстраха который Гильзбук построил на улице Малой Бронной Москве во время войны когда он был эвакуированный Милютин жил в Екатеринбурге в Свердловске в доме коммуне самого Гинзбурга он тоже работал и защищал архитектурный тезис у Гинзбурга в архиве он был государственным влиянием и любителем архитектуры это довольно ответно и мне надо подчеркнуть это Милютин построил для себя это парэнтезис тречис сегодня Милютин построил для себя пентхаус на крыше дома на Комфине дом на Комфине был публикован во всех журналах мира в конце 20-х и в начале 30-х и сам уже об этом немного поговорил и который посетил дом он узнал что много из четверт дома были взяты из его собственного творчества идея стол идея горизонтальных окна идея плоского крыша три часа но он тоже узнал что Гинск решил композиционные проблемы и особенно проблемы разные за таких домов и он использовал для создания дальнейших проектов это это очень важная структура вы знаете что это была не только система квартир но и общественных служб как столовая башечная библиотека и услуги это дом был придуман как транзиционный этап к колонизации быта это очень важно потому что нельзя отделять эти постройки от их условия проектирования дом имеет отношение не только как форма не только как эстетический объект как конструктивный объект который был довольно хорошо расстроен если здесь видим как без церковой работе он еще стоит но это был тоже совсем эффект это был на конфлине мы можем видеть еще сегодня все идеи и все иллюзии политики перестройки раннего советского союза но вы видите что дом страдал еще страдает как тоже как в песаке вот эти окна довольно новые они меняли облик здания горизонтальные окна меняли и вы видите как было положение два года назад вы тоже видите что помещик этих последних лет господин сенаторов сумел наконец открыть несколько квартир и что люди смогли работать и перестроить несколько из этих квартир чтобы создать мастерские жилья места коридоры как они были два года назад этот помещик разрушил эти радиаторы которые имели значение как копили штуки и вот условия дома я тоже года назад когда помещик стал очень важно вот какое положение сегодня очевидно продают дом и существует большой вопрос потому что дом подать охранами памятников кто имеет возможность теперь в москве купить этот дом и восстановить этот дом в смысле оригинального это совсем перешел вопрос даже если много людей работают с точки зрения истории здания с точки зрения понимания здания это может быть советская постройка которая имела самое большое признание за границей другие постройки это личный дом архитектора Константина Степановича Мельникова в Арбате в Москве вы видите старое фото которое которое я снял в 1973 году я был мальчиком я пришел к Мельникову он меня принял он год после этого видите Мельникову сидят в доме это замечательный дом если сравнить с домом на Конфина дом на Конфина был идеальный коллективный проект это идеальный индивидуальный проект даже нацистический проект в время социализма это уникальная постройка в Москве и в мире и это позволяет мне сказать что сохранение не в памятниках это с одной стороны сохранение уникальной постройки экспериментальные постройки уникальные постройки но только типические постройки спасти один типичный квартал тридцатых годов Алматы может быть это возможность может быть больше чем совсем перестроить и восстановить оригинальный дом дом родительства Минского типичное имеет значение так и уникальное по поводу мельников была очень сложная дискуссия дом был расстроен из кирпичей и была в хорошем состоянии но она принадлежала двум сестрам которые борались по тексике одна сестра продала ее плодину господину Гардееву сенатору Гардееву и сенатор Гардеев организовал который вы видите налево здесь он организовал встречу в Лондоне был комитет где много архитекторов разговаривали по поводу спасения дома здесь очень хороший инженер который инструтирует структуру дома интересно видеть этот пример замечательный потому что в первый раз была дискуссия за границей о судье дома в Москве наконец что произошло сенатор Гардеев отдал первому половину музея архитектуры имени Шусева теперь дом имуществом одной сестры и музея но реставрации далеко не решены они очень сложные если сравнить с домом на конфлина технически это очень простой дом кирпич и дерево и я уверен что найдут решение но есть тоже другая проблема дом индивидуалист он жил в этом доме во время советской власти когда он был на пенсии когда не принял работы это убедитель против жесткого общества дома очень важно тоже сохранить этот облик дома как дом единого человека который прожил против системы и я боюсь что реставрация будет слишком чистая без этих частных аспектов убедитель дом несколько лет назад с теми работами мельников картии и рисунки это замечательная мастерская очень важно иметь возможность сохранить этот дом я верю что я знаю что теперь многие архитектуры хотят сделать заявку для инвесторов этого дома по-моему это будет очень трудно потому что инвестор спросит не только сносение постройки постройки но тоже зону как сказать в Алхане вокруг дома и дома в архе лежат очень сильные площадки где много людей хотят строить теперь я уверен что это не далеко идет интереснее другая степь это печь из металля которую сделан знаменитый французский скульптор зави в регион он куратор французского павильона в геннадии будущего года геннадии искусства и он делал очень интересную программу по поводу построек современной архитектуры он делал скульптуры в лос-анжелесе в доме скульптуры в павильоне в Барселоне и он один из художников которые теперь работают по архитектуре и делаем произведения которые являются интерпретациями архитектуры из детства перед тем что он делал он организовал праздник в саде дома Мельникова где он где горел огонь внутри вот печи который был в то же время макет дома и эта эта перформанс имела значение чтобы повысить уровень как сказать искусств по поводу дома другие поскольку Мельникова не это знаменитый клуб имени Русакова который строился до конца 20-х Мельников был едином архитектор который смог построить личный дом в Москве во время практически Советского Союза и он сумел потому что он выиграл деньги через 5 замечательных клубов это клуб Русаков фото Александра Роченко это клуб Русаков сегодня и вы видите как и они вели местные власти и реконструкцию этого клуба но они использовали современные технологии и обе клуба значительно меняло и здесь мне надо говорить немножко о проблемах по крайней перестройке или реконструкции этих конъектов иногда существуют большие проблемы вот этот знаменитый планетарный в Москве который был построен в конце 20-х архитекторами Баш и Синьявским вы видите публикациям этого времени во французском журнале архитектор Анисима вы видите что он заканил купон планетарный но все остальное меняло он построили гигантские центры с парковками с новыми ми с новыми ми под купоном это 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 очень важный граждан который подвесил за этажа это подлинный купол это практически декорация для совсем другого проекта это довольно проблематическая политика другой пример который сделали в Москве это тоже очень важный дом это дом коммуна студентов института архитектура Ивана Николаева который тоже был член ОСА организации конструктивистов вы видите здесь его эскиз это большой дом общественные службы были очень маленькие кабины для студентов это были комнаты спальные комнаты студенты которые были как вагоны железнодорожные но это был люкс коллективных помещений вы тоже видите детали которые были взяты из произведения реконструкции это было грустное положение этой постройки но несколько лет назад шла реконструкция и вы видите здесь проблема реконструкции таких объектов все разрушили кроме стальные каркас это не наша реконструкция это была практически новая стройка в духе первоначальной структуры и наконец здание стоит вы видите еще аспект внутренних пространств наконец здание стоит как новое и это у меня много сомнений я не знаю если в условиях Казахстана в условиях жизни этих построек через 10 лет есть другие решения может быть это единственное решение чтобы дать идею но наконец для меня нельзя видеть эти результаты как сохранение это создание макета на натуральной поставе оригинальной постройки и что бывает оригинальность наконец только в батариалах в документации дома которые могут пройти в небольшом центре интерпретации на первом этаже здания и последний пример это знаменитый дом Каргузье в Москве это дом Центросоюза Каргузье выиграл конкурс для Центросоюза в октябре 28 года и потом построил дом который был открыт в 36 году как нарком геркой промышленности заказчик другой замечательный советский начальник да заказчик начальник Исидор Любимов который был представлен в 38 году как большинство людей которые были заказчики настройки но здания стоят и вы видите боковая часть здания сегодня эти большие большие флигеры которые имеют первые большие стеклянные стены не только в России но и в Европе вы видите тоже гибкая классическая форма клуба здания здесь интерьер который был представлен по моему довольно хорошо вы видите эти бакусы которые имеют большое значение не только для России я уверен что бразильянский архитектор скотинаев для многого и его идеи из этого проекта идея движения центральная идея для размышления определения этого здания но другие проблемы мы встречаем снаружи и здесь это облик это фасад здания на улице местницей только что было меньше года назад было строили памятник Корбузье совсем по моему глупая пластика Корбузье теперь сидит на тротуаре но настоящий памятник Корбузье здания и спортивный вы видите этот фасад был стеклянная стена где все поделки были одинаковые было сетка очень тонких металлических элементов и вы видите что фирма которая продала окна продала такие окна которые меня не совсем и идея большого широкого плана стекла совсем исчезла но это другой пример хорошая реформальная работа внутри снаружи реставрация таких памятников очень хорошая очень трудная работа даже когда имеешь правильные идеи и другой пример очень интересен это изменение функций зданий вы видите здесь русский олигарх Шава Петрович Бреус очень активный деятель области сооруженного искусства который взял на аренду для кинотеатра ударника архитектура вы знаете что может быть этот театр находится в доме правительства на надежной центре Москвы и он хотел использовать этот театр который был очень интересен он имел движущую крышу которая двигаться только в Москве но он хотел делать музеи современного искусства внутри этого кинотеатра это еще другая проблема нельзя повторять программы трудно повторить или продолжать программы этих построек кто теперь строит дома коммун может быть гостиницы есть дома гостиничного типа которые имеют отношение к домам коммунам кто строит большие кинотеатры сегодня большие театры в Алматы теперь стали макдональдцами в Москве кинотеатры и большая программа продали 40 кинотеатры чтобы создать торговые центры где может быть несколько залов но все программы меняют как менять программы не потерять архитектурные качества зданий как реставрировать архитектуру авангарда без пороги без китчификации как мы здесь видим на стенах этого кинотеатра где в стиле в стиле конструктивизма сделали эти фрески много проблем и я не буду сегодня решить все эти проблемы мне долго хотелось окончать мою речь с этим слайдом чтобы вам показать как сложно работать на этих проектах какие все актеры которые имеют влияние в случай на московских проектов город москвы и его главный архитект кузнецов мир культуры государство на уровне президента и премьера министра государственные абонентации как музей архитектуры частные акторы помещики как сенаторов как русском телевидении например олигархи как Гордеев или Бреус семьи архитекторов которые имеют значительную роль Канинская это дочка Мельникова Алексей Юцбург это он из семьи Кузбурга архитекторами которые работают для восстановления этих построек они символ для кулиш для дома Николаева эксперты которые являются архитекторами в России например Наталья Пушкина она очень важная активная активно работает по поводу сохранения памятников международные эксперты как я художники свободные организации как союз архитекторов академии архитектуры очень активная группа молодых людей которые стараются спасти эти постройки все эти красные это западные люди которые создают группы работ в России на международном уровне и наконец роль прессы где например в случае башни Шукова роль телевидения то и это очень активные каналы и конечно что мы не видим на слайде это последнее слово это люди которые не на слайде это жители города все которые думают что без этих постройки нельзя дальше жизни которые не нервы померч истории спасибо спасибо за такую интересную лекцию и я прошу вас не расходиться потому что у нас нам предстоит еще не менее интересная часть это ваши вопросы я уверена что у вас много вопросов и комментариев и перед тем как мы перейдем к вопросам буквально пару секунд председать слово другому нашему важному очень партнеру этого фонда совместа пожалуйста вы хотите сказать потому что этот проект сейчас проходит при эффективной поддержке можно я в первую очередь восхользую словом поблагодарю нашего дорогого спикера поблагодарю французский альянс который дал возможность вас послушать и от меня лично большое спасибо о важности которую несколько раз подчеркнули участие общественности в защите на самом деле в сохранении архитектурных объектов абсолютно уверены что все проблемы города все нужды это пространство это наши проблемы и только мы можем родить нужные решения то нам нам на самом деле нужен этот город поэтому в прошлом году мы инициировали площадку на форуме форуме аматы где объявили конкурс пришли которые открыты в диалог нам очень приятно видеть их на разных площадках и подобного рода проекты они очень хороши тем почему мы поддерживаем поддержали 8 в общей сложности на 150 тысяч долларов потому что это замечательный предмет показать как силами граждан отдельные примеры малого проекта как он работает как он эффективен как он гибок и как его можно продать и предложить нашему архимату в качестве эффективного решения той или иной проблемы можно я с вами поделюсь очень хорошей новостью для нас потому что у нас есть другой такой проект это городское кафе где работают люди с ментальными нарушениями мы этот проект поддерживали в течении года и нам очень приятно что Кимат в этом году признал этот проект поддержал познал проблему и выделил место для тренинга где будут работать люди с ментальными нарушениями я надеюсь что 8 8 городских успешных проект который мы покажем и продемонстрируем осенью на второй площадке форума Маты также найдут свое продолжение включая вопрос спасибо а теперь вопросы поднимайте пожалуйста руки я вам передам микрофор чтобы было услышно вопрос спасибо спасибо большое вопрос попасть с советские создать проект для ЮНЕСКО большого значительного количества построек в Аланте которые говорят что это ландшафт модернизации ландшафт праздник проектов социальных проектов Советского Союза может быть тогда в группе других проектов имел бы возможность а иначе нет спасибо есть еще вопрос по поводу сохранения памятника пока не будет статуса что это памятник архитектуры а это было советское я сейчас просто не в архитектуре я не знаю всех но пока не будет статуса что это памятник архитектуры и пока государство не будет прямо на себя обязано заводится потому что частные лица они делают что хотят они хозяева кто платит тот может заказывать и все это меняется и абсолютно не делается подборья да это сложный вопрос но я не говорю в экономических аспектах как и меня или легальных аспектах я возьму французский пример у нас даже частные частные имущества которые я не знаю которые по охранной памятник они могут принять средства для реставрации это не стопроцент но там огромная огромная пропорция строительной работы и эти постройки люди которые тоже используют их деньги чтобы восстановить чтобы просто вести работе и построить они плачут меньше налогов это значит что общественное государственное имущество только 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 один аспект одновозможно и на западе государство очень редко купить иногда купить но очень редко купить эти имущества они остаются частыми но они народ поддерживают да я такой пример знаю но дело то что по поводу роли общественности мнение был снесен угол недалеко здесь на Кирове и мира снесен угол в здании Мелькина сколько там люди не боролись но это было все равно его снесли потому что сейчас все равно жизнь поменялась очень сейчас трудно сказать что лучше сносить историю конечно для истории сохранять надо но чтобы сохранять как бы должным образом все равно я не имела что это материальная поддержка статус а именно чтобы дали как бы каждому конкретному памятник вот именно этот его тип памятник и тогда может быть частные лица будут более аккуратно с ним обращаться и будут его сохранять стремиться оставить в первозданном виде сделать конструкцию стандартный смысл там что делать это сложнее сохранить жилье дома чем дарцикультуры потому что люди там живут и имеют интересы это сложнее противоречивый процесс у меня практически ответа нет еще вопросы? у нас власть 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 архитектуры конечно хотелось поговорить о нашей ситуации куда все вы можете дать насколько ситуация похожа потому что действительно сейчас строится памятники советской архитектуры власть власть ну как-то можно какие-то параллели провести у нас какая-то своя особая специфическая ситуация или какие-то проблемы и как спасибо у меня у меня у меня генеальное магическое решение но я просто слушаю что наши друзья нашли четыреста или четыреста объектов больше четыреста объектов значит что-то еще стоит что-то еще стоит да но это не конец еще нет надо просто вести постоянную общественную искусств чтобы повысить уровень сознания и знания я думаю что организация маршрутов это как положение меняло на западе я рассказал что при этом на западе разрушить все постройки как сегодня потому что были выставки были книги были журналисты писали были программы по радио по телевидению которые были культура меня проблема это сохранить постройки зданий и меня культуру меня культуру проблема создать возможности для экспертов и граждан для новых дискуссий и вообще создать культуру которая будет культуру любви к городу и построить еще вопросы секунду с культуру культуру и еще вопрос вы наверное видели нашу новую историческую зданию теперь восходится стеклянные стеклоблоги что вам интересно ваше мнение спасибо я хочу быть милым городом я могу сказать что уроки банальности дорогу висок цели последних постройок мало мало проектов мало очень мало постройок очень мало оригинального и по моему это чистая спекулятивная архитектура которая имеет большое значение но это не исключительно с вашего города это положение всего где качество архитектуры очень редко явлений я уверен что в углах стоят интересные постройки я их до сих пор не видел может быть если если я прибыл здесь еще в дедушку я смогу вам рассказать о позитивных применах но трудом не дальше об этом высказаться в другой стороне первый архитектор города был французский архитектор петербурга и по моему материале о нем он должны быть должны быть где в Питере и может быть не в Париже если он был в школе в Париже архивы лежат где-то но это по моему другому работу надо развести с историками в Питере ездить в Париже чтобы этого периода чтобы искать давайте сначала зададим вопрос технический вопрос еще у нас буквально два вопроса поэтому я архитектор и представитель движения как раз и как раз и один вопрос по поводу так какие возможности есть издания в последние месяцы допустим есть комплекс видео то есть пост и мне очень там кто-то задал вопрос по поводу экспо 2017 значит ну как мы все понимаем среди архитекторов экспо всегда дает на учетном архитектуре у нас сложилось определенное мнение но мы хотели бы слышать еще раз так я мало знаю выставки я только что видел стройку выставки в здании и я знаю как все произошло это неправильная методика чтобы создать выставку все значительные выставки произведения коллектива были места где разные поведения были в диалоге или в как сказать дискуссии между себя это не будет и когда я видел эту серу в центре площадки я долго думал что серу это клише я использовал это слово клише новых выставок в прошлом начиная с выставки в Париже 1902 года продолжая с выставкой в Нью-Йорке до 55-го года по моему может быть с точки зрения содержания вы можете ожидать что-то прожительного из выставки но с точки зрения архитектуры и вижу сегодня очень в тех вопрос в теоретически нет границ для возраста постройки довольно современные постройки но работе 70-х и 80-х теоретически смогли быть но они должны иметь не только ценность или ценность и авторичность но тоже значение на уровне человечества и это нелегко показать во всяких произведениях архитектурного искусства здания дороги отсловаться на здание Жан Буэйни я архитектор и гражданин города хочу сказать спасибо вам за лексию для нас это всегда как свежего воздуха поэтому мы очень рады вашему приеду у меня такой вопрос какие самые эффективные инструменты для простых граждан по защите зданий которые дороги нашего сердца остановятся например люди ходят на улицу управляют здание берутся за руки но на следующий день его все равно сносят что вы можете посоветовать я не консультор по демонстрации когда был моложе был агитатор для общественного движения но именно что общественное мнение и основное даже в странах где печать где трудно вести независимую печать но печать радио телевидения вот разговоры между гражданами то в обществе я бы сказал что памятники не специалистов но под а народ это немножко это так это тут у нас еще вопрос и спереди есть спасибо спасибо вам за лекцию меня зовут Тимур я тоже архитектор мой вопрос заключается в следующем какие есть ли особые критерии при оценке исторических зданий когда при его сохранении для для граждан например при оценке зданий мы не можем сохранить все здания мы не можем сохранять здания только ради того чтобы оно стояло очень много зданий исторических сейчас стоит и пустует какие есть ли вот особые критерии при оценке окей не надо открыть семинары и мечтам завтра вечера так и пошли нет есть правые критерии я сказал что они не могут быть чисто технические инновативные структуры не только эстетические и это общие критерии значения данного 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 данной постройки в эпохе это архитектура как свидетельство цивилизации в данном моменте и вот вы очень понятно понимаете как это может быть гламат о чем надо говорить это отношения между обществом и произведения архитектуры архитектур новом новом мышлении даже если один из архитектов был выпускник из искусства но это важный документ человеческой истории так не так у нас тут последний вопрос первый ряд и я должен признаться что мой вопрос заказ спасибо большое спасибо 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 Да, спасибо.